Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя по образованию Алена Аршинова. Здравствуйте, Алена Игоревна! Здравствуйте! Алена, за два года работы вы были инициатором более 40 громких законопроектов. Среди них об увеличении штрафов для физических и юридических лиц за нарушение закона при проведении массовых акций, об усыновлении детей гражданами США, о курении в специальных местах. Наверняка не каждый депутат может похвастаться таким списком инициатив. А вот каким законопроектом вы гордитесь больше всего? Сложно сказать, что я какой-то законопроект выделяю особенно, но, наверное, больше всего мне нравятся те законопроекты, которые касаются образования и которые какие-то льготы предоставляют. Мне нравится законопроект об отмене НДС с родительской платы, который теперь не взимается, это 18%. Мне нравится законопроект, который вернул льготу для детей-сирот поступать при успешном прохождении экзаменов, поступать на бесплатное обучение высшей образовательной организации. Поэтому мне это тоже нравится в рамках квоты, которая была установлена. Достаточно законопроектов, которые по общежитиям мне очень нравятся законопроекты, которые теперь регламентируют особенно жестко плату, которая взимается со студентов. То есть здесь достаточно сложно где-то злоупотреблять, потому что теперь студент платит только за соцнайм и за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому все достаточно прозрачно и формируется определенная формула, и по ней взимается плата. Поэтому ни за ремонт, ни за содержание, ни на оплату дополнительного персонала, ни на оплату педагогам уже взимать, конечно, нельзя. И таких законопроектов, которые в какой-то части где-то помогают, это очень здорово, что такие законопроекты есть, и они направлены именно на... они социально ориентированы, скажем. А в каждый такой законопроект вы чистичку себя носите? Конечно, конечно. А вот каким был для вас год уходящий? Все, о чем вы мечтали в прошлом году, сбылось в этом? Мне очень нравятся ваши вопросы. Наверное, это немножко личное. Что касается желаний, наверное... Что касается работы? Знаете, наверное, каждого из нас, когда спрашивают, говорят, загадай желание. И тут начинается, я хочу вот это и вот это, вот это, кстати, это и вот это. А вот это побольше. Да, то есть у нас нет такого, что мы хотим быть счастливыми, а счастье для нас состоит из нескольких частей, как минимум. Это, во-первых, ты бережешь здоровье своих родных, близких и хотя бы нервы. Потом, во-вторых, наверное, это в работе. Конечно, хотелось бы успеха, потому что наша с вами работа, она заключается в чем? В том, что мы хотим быть полезными, мы хотим правды, справедливости, социальной справедливости и прочее. Поэтому, конечно, эта работа... Ну, хочется, чтобы получалось у тебя как можно больше всего. Моя трудовая деятельность, во всяком случае, в Чувашской республике заключается в том, что мне хочется, чтобы как можно больше денег пришло в Чувашскую республику. Чтобы как можно больше наш регион получил средств на детские сады, на спортзалы на сельских территориях и так далее. Вот буквально вчера, значит, на днях мы открывали детские сады, 4 детских сада, вот пятый должен открыться. Значит, несколько спортивных залов в селах, но это результат. Конечно, и когда загадываешь, вот видишь уже счастливые лица людей, что жизнь просто комфортнее, условия для обучения лучше. Поэтому, конечно, вот это то, что по работе, и получается. Что касается личного, то я, наверное, не буду об этом говорить, потому что это еще в процессе, но... Но когда все сбудется, вы нам расскажете. Но когда все сбудется, вы об этом узнаете, и я еще дополнительно расскажу, конечно. Вы сейчас сказали, в наш регион. Вот означает ли это то, что Чувашия стала для вас своим регионом? Конечно, да. Я как-то уже говорила о том, что так получилось, что мой регион находится за пределами Российской Федерации. Во всяком случае, вот так складываются обстоятельства. Поэтому, конечно, Чувашия мне без преувеличения стала родной. У меня здесь появились друзья, у меня здесь есть люди, с которыми мне комфортно общаться, для которых мне хочется многое сделать, и они также ко мне относятся. Поэтому, конечно, мне очень нравится, что меня так приняли здесь. И теперь я тоже здесь своя. Вот, кстати, мы с вами встречались в прошлом году, тоже накануне Нового года. И вы сказали о том, что очень хочу начать изучать чувашский язык. Насколько я знаю, вы начали изучать чувашский язык. Да, так и есть. К сожалению, не могу похвастаться особыми успехами, потому что... Ну, уже какие-то фразы, уже можете. Да, да, есть. Поэтому, когда сейчас везде, куда мы приезжали, в основном, вот даже сейчас в селах были, даже дети всегда встречали с радостными пожеланиями, но на чувашском языке. Очень хорошо, что я хотя бы несколько слов могу ответить, во всяком случае поблагодарить, сказать, это табуще и уже чувствовать себя гораздо лучше. Поэтому, конечно, так должно быть. Это правильно, я считаю. Вот нынешний визит очень насыщенный. Вы сразу открывали несколько детских садов. Вот какие впечатления у вас, как у человека и как у депутата Государственной Думы, об этих детских садах? Что поразило? Начну, наверное, больше с впечатлений депутата, потому что очень важно было присутствовать там и видеть, во что твои усилия, вот как в команде, во что они превратились. Я почему говорю в команде, я объясню. Потому что где-то, естественно, я же координирую все-таки эту работу в партии. Я руковожу проектом партийным, детские сады, детям. Я не буду сейчас рассказывать, у «Единой России» есть проект о деятельности, и каждый человек концентрируется на выполнении какой-то определенной части, есть свой функционал. Что касается командной работы, то, конечно, в комитете я тоже курирую дошкольное образование. Здесь Владимир Николаевич Иванов, профильный министр образования, он координатор проекта здесь в регионе. Конечно, нельзя не сказать об усилиях главы республики, Игнатия Михаила Васильевича, который прилагает максимум усилий, чтобы были везде подрядчики добросовеста, чтобы выполняли все обязательства, потому что разные истории здесь бывают. Ну, не только здесь, везде такие истории. Везде бывают эти истории. Но, в общем, вот эта командная работа, она позволяет действительно добиваться максимальных результатов, ликвидировать очередность. Во всяком случае, нужно, конечно, обеспечивать от трех до семи. Я знаю, что в Чуваши дети пошли уже в разных районах по-разному, но уже от одного года и девяти месяцев. То есть это очень важно. Что касается младшего возраста, сегодня работаем над тем, чтобы вот в 2015 году на Российскую Федерацию заложено 10 миллиардов. То, что было до этого, за два года более 100 миллиардов рублей. Поэтому мы постарались, чтобы формула была максимально справедливой и чтобы такие регионы, как Чувашская Республика, получали хорошие субсидии. Что касается дальнейших действий, то из 10 миллиардов тоже будет транш в Чувашскую Республику на строительство детских садов и капремонт и прочее. И постараемся, чтобы еще дополнительно были выделены средства. Мы понимаем, что сегодня так, экономика, экономические условия такие, что не очень благоволят, конечно, продолжение различных проектов. Но этот проект, он точно будет продолжаться. А вот, кстати, удастся сохранить неизменную зарплату, скажем так, воспитателей, сделать ее больше, да? А неизменную оставить плату за детские сады, за детское питание в школах, в дошкольных учреждениях? Это очень важный вопрос, потому что мы вновь с нового года будем продолжать мониторинг как раз и размера родительской платы за присмотр и уход за ребенка в детском саду. Мы будем продолжать мониторинг заработных плат. Что касается заработных плат педагогов, то она привязана к средней по образованию. Средняя по образованию привязана к зарплате средней по экономике. Если экономика немножко идет на спад, значит и зарплата идет на спад. Если она повышается, значит и зарплата растет. Поэтому здесь, конечно, многое зависит от правительства, от главы с тем, чтобы если где-то есть выпадающие доходы, то здесь нужно вертеться, чтобы компенсировать. Я надеюсь, что проблем здесь никаких не будет. Что касается родительской платы, то, конечно, мы переживаем, что будет какое-то повышение, но ежегодное оно повышение на размер, на уровень инфляции, это около 10%. Иногда она где-то колеблется до 15%. Все, что выше 15%, мы тут же начинаем оперативно вмешиваться в ситуацию, выяснять, почему нет никаких объективных обстоятельств. Значит, мы вынуждаем региональной власти проследить за снижением в данном муниципалитете родительской платы за присмотр ухода. Поэтому мы будем держать на контроле. Я надеюсь, что никаких вот таких вопиющих фактов не будет. Возвращаясь к впечатлениям. А, как человек. Значит, как человек. Что впечатлило? Конечно, конечно, все-таки вот человеческие такие теплые эмоции, потому что, как правило, конечно, дети радуют. Дети радуют всегда. Это положительные эмоции, потому что они чистые. Что касается взрослых, то они, наверное, радуют еще больше, потому что, когда смотришь на их лица, на открытие детских садов, это безмерное счастье, потому что столько стоять в очереди за путевкой в детский сад долгожданный. Здесь, конечно, сразу свобода родителям немножечко. Можно потратить время на себя. Можно потратить время уже вкладом заработной платы уже со стороны мамы в бюджет семьи. Ну и, конечно, мне кажется, что ребенок все-таки должен получать теперь образование в детском саду, потому что детский сад – это уже уровень образования. И специально принят федеральный государственный образовательный стандарт. Должны быть в ближайшее время утверждены программы примерные. Поэтому, конечно, все-таки мы стараемся, чтобы все детки по конституции все-таки гарантировано, что образование, оно бесплатно и должно быть доступно. Было еще хорошим, качественным. Что касается хорошего и хорошего качества, то мы инициировали даже рабочую группу при партийном проекте в партии, куда вошли представители Министерства образования, Рособорнадзора и различных других заинтересованных групп, и ФИРО, и другие институты, которые как раз разрабатывают сегодня возможные критерии оценки качества дошкольного образования. Поскольку детей нельзя травмировать в таком младшем возрасте психологически, нельзя их проверять, тестировать, экзаменовать. Но, тем не менее, качество проверять нужно. Поэтому мы включили даже родительское сообщество, чтобы они знали заранее и инициировали такие дискуссионные площадки по всем регионам буквально, чтобы эксперты могли действительно влиять на принятие решений, в том числе на структуру оценки. Здорово. Мандат депутата Государственной Думы вам перешел от Константина Косачева. Наверняка вы с ним не раз встречались и обсуждали вопросы, связанные с Чувашией. Вот сейчас как будет строиться ваше сотрудничество и помогали ли вам советы Константина Иосифовича по жизни? Конечно. Константин Иосифович, мы с ним знакомы очень давно. Изначально мы с ним были знакомы по международному сотрудничеству, по международным делам. Он возглавлял комитет Государственной Думы. А на тот момент получилось так, что я курировала еще и международное направление в молодежном крыле партии «Единая Россия». Это в молодой гвардии. Поэтому я всегда советовалась, он всегда помогал, подсказывал по каким-то направлениям и привлекал к работе. Поэтому я очень... Во-первых, это, наверное, какой-то судьба, рок. То есть очень интересно получилось, что я помогала Икосину Иосифовичу в партии по международным делам, когда он был депутатом Государственной Думы. Затем получилось так, что он передал мне мандат. То есть я, пока он был очень загружен и выполнял очень важную миссию на ответственном участке, на международном направлении с отечественниками, работал в рамках Россотрудничества, я выполняла его обязанности вот здесь. Выходит, сейчас и Константин Иосифович вернулся, и я здесь на месте. Поэтому я считаю, что команда в Чувашской Республике усиливается. Поэтому его советы мне всегда помогали. Он действительно подсказывал где-то. Поэтому у нас такой очень хороший симбиоз. Поэтому я надеюсь, что и в дальнейшем лоббизм Чувашской Республики только усилится. Вот блогеры про вас говорят. Аршинова – человек, слово и дело. Это один из немногих депутатов, который может всегда прийти на помощь. Вот заслужить такую высокую оценку от независимой прессы, наверное, лестно, Алена Игоревна. И вы не боитесь дружить с блогерами? Ведь многие политики как-то сторонятся этой стороны жизни. Мало того, что лестно, это еще и… Ответственно? Очень ответственно и чревато. Поэтому, конечно, хочется всегда, во-первых, минимум выполнять то, что ты действительно можешь, должен и обещал. А во-вторых, ты все-таки не волшебник, чтобы выполнить абсолютно все, потому что физическое время всего 24 часа. И, конечно, нет волшебной палочки, чтобы одним мановением все сделать и решить все проблемы. Но во всяком случае, когда я работаю, я хочу быть совершенно точно убеждена, что я на этом месте сегодня, сейчас делала все, что я могла. Поэтому мне не хочется жалеть ни о чем, ни в какое время, ни сейчас, ни когда я уже буду, когда мне будет 90 лет. Поэтому мне хочется по максимуму вложиться, по максимуму удовлетворить все возможные запросы, жалобы и просто по-человечески помочь там, где я могу это сделать. Алена Игоревна, а что бы вы пожелали всем нашим телезрителям в новом году? Старый год был очень непростым. Он был очень сложным, очень ответственным. Он нам запомнился и воссоединением с Крымом. Он нам запомнился немного спадом экономики. Поэтому, конечно, многие, наверное, не знают, как мы переходим в Новый год. Потому что, к сожалению, есть давление со стороны международного сообщества. Самое главное, когда наша страна будет сильной, когда она действительно сильна, когда силен каждый из нас. Поэтому я хочу пожелать, чтобы каждый был здоров, чтобы был успех. У кого в учебе, у кого в труде, у кого в другой, может быть, миссии. Поэтому хотелось бы просто, чтобы у всех все получалось. Потому что, когда все счастливы, тогда и, мне кажется, страна счастливая и идет действительно вперед. Поэтому самое главное действительно вкладывать, быть ответственным и вкладывать себя, самое главное, во все, что ты делаешь. Быть сегодня, сейчас и не жалеть ни о чем. От всех наших телезрителей и нашего коллектива хочу тоже пожелать вам больших успехов в Новом году и большого личного человеческого счастья. Пусть все сбывается, все, что вы не загадаете себе. Спасибо вам большое. Вы делаете очень большую работу. Поэтому в вашем лице я хочу поблагодарить всю вашу команду, которая делает прекрасное, может быть, с минимумом возможностей. Но вы делаете очень большое дело. Я надеюсь, что и в Новом году наше сотрудничество продолжится. Обязательно. Спасибо. Спасибо, Алена, вам за эту встречу. Всего вам самого доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.